Здравствуйте, уважаемые путешественники по виртуальным мирам Майнкрафта. Это видео посвящено тем, кому нравится развивать своего героя. От того момента, как он падает на планету Майнкрафт в одной рубашке, и до того момента, когда он будет спокойно парить в небесах, или же сидеть в своем уютном доме, наблюдая, как всевозможные устройства делают работу за него. Для того, чтобы упрощать жизнь своего героя, как правило, устанавливаются дополнительные моды на игру Майнкрафт. В данном случае речь пойдет об устройствах, добавляем такими модами, как Industrial Craft 2 и модом Forestry. Мой герой, проснувшись рано по утру, поняв, что он увлекается ядерной энергетикой достаточно здорово, и ему для этого увлечения нужен сундук меди. Конечно, он уже освоил и шахтерский бурлажер, и лазер шахтера, шахтерский лазер. Но вот, когда перед героем стала задача накопать целый сундук меди, пришлось изобрести более современную установку. А именно, вот, автошахтер и источник питания к нему ядерный реактор. Итак, автошахтер плюс ядерный реактор. Автошахтер у нас оборудован по последнему слову техники, максимальной комплектации. Это бурж с алмазным наконечником, который позволяет копать автошахтеру на максимальной скорости. И УВС-сканер, который позволяет сканировать и забирать ресурсы с области 9х9 клеток. Также автошахтер комплектуется необходимым количеством труб в зависимости от того, с какой высоты вы хотите копать. Если вы хотите копать с высоты, ну, вот я сейчас хочу копать с высоты 64 блока, соответственно, я сюда и вкладываю 64 трубы. Так как здесь осталось 6, понятно, что автошахтер уже закончил свою работу, уперся в коренную породу, которую копать и добывать нельзя, и остановился. Значит, автошахтер в такой комплектации хочет 20-24 энергетические единицы за тик. Вот, энергию ему поставляет ядерный реактор. Поэтому поставляет он ее через провод под названием реле. Особенность этого провода в том, что когда он пропускает через себя энергию, он выдает красный сигнал. Ну, и светит, соответственно, красным светом. И таким образом, выдавая красный сигнал, он заставляет ядерный реактор работать до тех пор, пока автошахтеру нужна будет энергия. Итак, рассмотрим внутренности ядерного реактора. Основные компоненты ядерного реактора, которые вырабатывают нам энергию, это урановые стержни. Урановые стержни должны быть расположены два рядом, и один чуть сбоку. Ни в коем случае не устанавливайте третий урановый стержень вот так вот в линию. Потому что, если вы поставите их так в линию, ядерный реактор начнет, во-первых, он начнет выдавать 35 единиц энергии, и ваш автошахтер тут же взорвется. Вам придется пойти создавать новый автошахтер. А во-вторых, когда вот стержень ставят так, уже вот этой системы охлаждения будет не хватать. Так что можете ставить урановые стержни сюда, сюда, сюда и сюда. Итак, вот эти два урановых стержня вырабатывают 20 энергий за тик, и суммарно они могут выработать 4 миллиона энергии. А этот стержень вырабатывает дополнительно 5 энергетических единиц за тик, и, соответственно, он вырабатывает миллион энергии. Урановые стержни будут работать в течение практически 3 часов. Там 2 часа 45 минут. Так что теперь перейдем к системе охлаждения. Работа урановая стержня уделяет тепло. В данном случае при такой расстановке они будут уделять 28 единиц тепла. И это тепло нужно все куда-то убирать. Изначально тепло от стержней поддается на корпус реактора. Дальше с корпуса реактора разогнанный вентилятор может забирать максимально 36 тепла и самостоятельно уничтожать 20 единиц тепла. Соответственно, он забирает все 28, которые есть на корпусе. 20 уничтожает сам. А 8 единиц тепла ему помогают, с него забирают вентиляторы, которые охлаждают компоненты. Или вентиляторы, охлаждающие компоненты. Каждый такой вентилятор может охладить в данном случае на 4 единицы тепла. Здесь применено 2 вентилятора компонента. Этот охлаждает на 4, и этот охлаждает на 4. Охлаждает он, соответственно, разогнанный вентилятор. Таким образом, тепло уничтожается, реактор абсолютно безопасный. Итак, реактор у нас представляет батарейку на 4 миллиона энергии. Теперь поспим, и когда начнется новый день, где-то чтобы нам было светло, продемонстрируем, как же со всем этим делом обращаться. Покажу вам, что это достаточно удобно и просто. Мы уже поняли, что у нас есть автономная установка, с помощью которой мы можем копать далеко от базы в течение трех часов. Значит, автошахтер справляется со своей работой буквально за 8-10 минут. И его нужно приставлять на новое место. Соответственно, сделаем это. Первое, что нам нужно делать, это вынуть трубы обратно, которые он опустил вниз туда. И я поставлю пробку из булыжника, его прошу поставить, для того, чтобы мой герой захочет пойти вниз. Погулять по шахтам, он уже увидел, соответственно, пробки, ну, из столбы, из булыжника, и понял, что здесь ресурсов нету, что здесь работали автошахтеры. Это полезно для ориентации. Итак, вот сейчас у нас автошахтер будет вынимать, вот он ставит булыжник и вынимает, нужно видеть, как он вынимает трубы в сундук, схладывает. Делает он это очень быстро, две трубы на секунду получается. Вообще не 30 секунд он и выглядит. А пока подготовим ключ, электрический ключ, для демонтажа нашего устройства. Вот он, электрический ключ, для демонтажа устройства для стрелокрафт, должен быть в режиме без потери. На режиме он потребляет на одну операцию всю энергию, которая находится во внутреннем хранилище. Поэтому мой герой одевает рюкзак энергетический, который будет снабжать наш электрический ключ для работы. Теперь проверим, в каком режиме у нас ключ. Для этого я нажимаю клавишу M на клавиатуре и нажимаю правую кнопку мыши. Вот мне написали режим без потерь выключен. Но мне его нужно включить, поэтому опять нажимаю клавишу M на клавиатуре и нажимаю правую кнопку мыши. И уже что режим без потери включен. Ну все, вот ядерный реактор будет не помнит, он остается или не работает. Трубы удалены. Демонтируем. Нажимаем правую кнопку мыши у автошахтера. Нажимаем правую кнопку мыши по ядерному реактору. Берем электрический ключ. Демонтируем кабель. И ставим свинок. Теперь нам нужно его установить дальше. Итак, вот это вот булыжник, это место, где было. И от булыжника считаем теперь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот таким образом наш автошахтер полностью будет копать новую зону, не пересекаясь с предыдущей выкупанной зоной. А работа рядом с ним. Теперь устанавливаем соответственно сундук, реле, ядерный реактор. Выкладываем зону ядерного реактора. Комплектуем автошахтера алмазной дрелью ОВС-сканера трубами. Устанавливаем рычаг. Подаем красный сигнал, включаем рычаг. Все, реле загорелось. Рычаг вот так вот. Да. Наверное, обратите внимание, что затем в моду боростре. Это, соответственно, рюкзак показывает с режимами. Это очень удобно. используется таким-то боростре, потому что они автоматически раскладываются в свойствах. В данном случае рюкзак использует священо. В данном случае в рюкзак в копателях попадают камень, земля, гравий. А в рюкзак шахтера попадают соответственно полезные уроди вот такие как влече бельза, бумазы и все подобное. Таким образом если ваш герой скрафтит такую установку, он может в течение трех часов вдали от базы непрерывно добывать ресурсы на ровной территории. Для того, чтобы не терять время, не проставить, сделала герой естественно нестерял себе несколько абсолютно бенокровых установок. Для того, чтобы у него была возможность просто непрерывно устанавливать. вот еще раз пока камень вынимаем трубы кладем камень забираем дрифт и сканер даем энергию. Вот. сейчас еще раз переставим для закрепления материала. Те, кто уже все понял, спасибо большое за внимание. А те, кто еще остался со мной, вот продемонстрирую, как делать перестанавливать цель. перестанавливаем крышечки мыши и мыши забываем забываем все падает рюкзачки в корыстре куда же нам надо приставиться а вот сюда ряд приставим все считаем раз два три четыре пять шесть семь восемь девять так так сундучок и реле сюда убежало сундучок реле реактор накладываем активную зону стержни комплектуем автошахтер запустили пока а ещё и а с н а б и и а и Продолжение следует...